Хочу показать вам саженцы гортензии самарской лидии. Вот это черенки прошлого года. Зимой я решила, чтобы они у меня побыстрее выросли, побыстрее и дальше больше зеленой массы, чтобы они дали, чтобы я смогла начеренковать. Я их поставила дома на подоконник. И стала ждать, когда они вырастут. Да, они пошли сразу в рост, появились листики. Но в какой-то определенный срок, когда они доросли приблизительно сантиметров до 15, они остановились в росте. Ну, череночки мне здесь все-таки удалось взять. Вот срезанные тут, вот здесь вот срезала черенки. Но кустик практически стоит на месте. Вот один стоит на месте, ну и второй приблизительно такой же. Вот только сейчас, после того, как я их высадила в грунт, и они в грунте уже сидят второй месяц, они каким-то образом начинают оживать. Вот появились зеленые новые побеги. Ну и все равно они никакие. Одеревенел вот стволик и просто никакие. Остальные у меня стояли просто в горшочках, зимовали на улице. В горшочках один литр. Я взяла весной и из маленьких горшочков пересадила их в большие горшки. И вот какой получился результат. Вот, смотрите, это прошлогодний черенок самарской леди. Видите, они уже заложили бутоны. С них я тоже уже черенки сняла, но оставила четыре веточки. Вот такой куст получился. И вот такие кустики. Один и другой. Вот делайте теперь вывод. Не надо заниматься ранней выгонкой маленьких гортензий. А дать им расти в определенное время, как они привыкли, весной. Такой результат будет. А это что? Вот не знаю, когда они теперь придут в нормальном состоянии. Это только, дай бог, на следующий год. А этот черенок уже будет свисти. То есть это уже такой полноценный, хороший куст. Причем вот эти вот кустики я выбирала зимой. Но которые самые лучшие, самые большенькие. Думаю, ой, сколько будет зеленой массы. Ничего подобного. Так что делайте все лучше весной. Когда делайте так, как привыкли расти растения. И у них есть свои биологические часы. Спасибо за субтитры Алексею Дуброва. Продолжение следует...